вот комментарии на мое последнее видео заблокирую непонимание в первую очередь я хочу быть ясным для вас кто я такой и что я делаю а потом уже все остальное и так галя передолова пишет здравствуйте петрович вы повторяете прописные истины озвученные либо уже 1500 раз описанные вами в книгах я являюсь вашей поклонницей с начала 90-х и применяю с радостью все эти ценнейшие знания с самого начала иногда адаптируя их под свои личные особенности либо обстоятельства молодец знаете я вот не хочу вам приводить там хвалебные мою так сказать персону комментарии а просто вот эти комментарии которые показывают как у человека меняется жизнь и как он начинает ценить эти знания общечеловеческие знания и и применять их и правильно что применять в соответствии с личностными особенностями и обстоятельствами так и должно быть так как каждый человек является сам свет целителем а не кто-то должен дать волшебный рецепт на любой случай на любой случай хотят вот дать прививочку чтобы сделали прививочку все будет оказывается нет природу так просто не обманешь имеется свои особенности это так на всякий случай вам найти информация для размышления очень изучите вот на эту тему информацию сейчас на дворе те времена когда мыслительная деятельность людей сильно изменилась это видно из жизни из комментариев в соцсетях и так далее поэтому выросло уже то поколение которому в основном не интересны получать более глубокие подробные знания интересно чего-то кому-то доказать и спорить вот в первую очередь докажите сами себе что вы достойны здоровой счастливой и можно даже так сказать обеспеченной жизни не хочу сказать богатой обеспеченный чтоб вы чувствовали себя человеком во всех сферах и здоровую не жаловались на него и понимали что такое счастье жизни и был материальный достаток вот это надо самому себе доказать в первую очередь а не кому-то прочтите в новом завете притчу о десяти девах я уверена что это что врата уже затворились ваше знание система оздоровления не имеет аналогов а кто в этом не уверен пусть лечится как и у кого хочет не тратить свое время там не с кем дискутировать вообще-то золотые слова всей жизнью проверено вот то что я вам говорю и за то что какую-то я ответственность даже перед вами несу хотя ответственность с нас и с вас никто не снимал за свою собственную жизнь будем говорить не удовлетворяет как бы сказать вот эти вот знания общечеловеческие которые я изложил примерно так как я понял вот так вот вот так вот работает и практика показала что да это работает ну поищите сами пожалуйста вы обратились там в ту или иную клинику где там обещают что-то там какие-то там эти самые омолаживающие вещи и так далее там подобно сравните насколько это будет действовать там допустим подтяжка и что будет впоследствии после этой подтяжки и прочее 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 там и действуйте далее долгое время не проходил комок в горле пропал аппетит и энергии и я взялась за себя как говорится наладила питание отказалась от сладкого мучного и дрожжевого убрала все слизообразующие продукты для многих а что такое слизообразующий продукт а как слизь образуется включила тройчатку это сбор противопаразитарных травм изменила изменение не заставили ждать слизь потекла рекой из всего организма слизь это как раз вот это вот помимо того что да и организм образует свою собственную слизь но там имеются еще в виде слизи живут разного рода микроорганизмы именно они то и побежали от тройчатки побежали того что человек начал использовать он создал душняк в своем организме а тут как раз смотрите долгое время не проходил комок в горле пропал аппетит и энергия вот это вот слизь как раз бактериальная либо грибкова она как раз вот это и забрала комок это уже она вот здесь вот стоит слизь аппетит хочу аппетит она отравила вас отравил организм поэтому нету не аппетита ничего а энергия а энергия потратилась на то чтобы хоть как-то хоть как-то сдерживать вот вот эту вот агрессию вот этой вот слизи бактериальной грибковых чтобы хоть как-то ее сдержать а когда вы начали действовать вы увидели врага то есть вот то что я вам рассказываю вы не просто можете это почитать услышать когда вы начинаете делать вы видите что с вас выходит своими собственными глазами своим обонянием все это нюхать и так далее и у вас возникает понимание ё-моё так как же с этим можно жить как же я тут еще жил жила а после того как все это выйдет 60 лет чувствуете себя на 20 очищается все с ног до головы ваших не генерал петрович мой мои учителя уже много лет не 72 года но я бодра и полна жизненных сил выгляжу на 50 спасибо вам кому дано тот поймет а кому нет это их вот никто знаете вас не тянет если вас удовлетворяет вот ваша собственная жизнь вы довольны своим здоровьем своим там общественным положением там работой и достатком ну пожалуйста ну довольно довольно что человека а вот если вы чувствуете что способны на больше или у вас что-то имеется давайте давайте работать над собой далее у меня болело плечо делала зарядку отжималась мне стало хуже заболели суставы тяжесть во всем теле думала пора обратиться к терапевту врач определила что у меня от позвоночника болит вот и здесь как раз о том знаете подход есть один подход который вы применяете и получаете действительно оздоровление и полное исцеление а есть такой подход который может на каком-то этапе вам помочь а потом будет еще хуже потому что неправильно действие либо сразу же ну читаем дальше значит что у меня от позвоночника болит что без лекарств мне не обойтись вот тут внушается не обойтись и все то знаете вот один путь пути огромное количество к здоровью к преуспеванию самореализации там богатство если она вам так так уж надо огромное количество путей и причем есть такие вы думаете ага вот как мне один рассказал я в шахту залез шахтером там был и там о большие там деньги получал а потом вылез пошел на виноводочный завод а тут окажется еще больше а я с виноводочного завода начал писать книги стал иметь намного больше чем на этом виноводочном заводе выписала рецепт на большую сумму ну надо что будем говорить подымать аптеку поделала уколов стала таблетки пить после них мне стало совсем худо потому что не понимая ни причин ни следствий не вот это взаимосвязи вот я сейчас немножечко закончу вот все с этим гайморитом вот разболелась там допустим вот это в лобных гайморовых пазухах появилась слизь появился гной так далее так далее ага лечим значит самое самое что это простое и самое тупое это мы сейчас сделаем прокол туда введем значит лекарство все это промоем прокачаем все ты здоров при этом не задаются вопросом а почему это заболело почему вот вы задайте вопрос я постоянно задавал себе вопросы почему ну почему вот вот так вот почему я не сильный почему у меня нету того что допустим у других там ребят есть почему еще такой почему еще почему еще и начал искать на них ответы и начал отвечать на них и понял а вот здесь надо то то сделать здесь надо головой поработать а здесь надо физически поработать если это все это соединить и так и так и да и так только из всего города каменской я ушел дальше всех в этом отношении огонь и что вы хуже при этом я понимаю что я не самый лучший не самый 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 здоровый не самый самый там батой не самый самый успешный не самый самый Hanane там талантливого или зоны так далее Но когда хоть немножечко он начнёт над собой работать, ситуация изменится совсем в другую сторону. Итак, после них мне стало совсем худо, подумало, умру. То есть, вот как раз вот этот официальный подход к тому или иному заболеванию, к здоровью, он может в такие дебри завести от непонимания. Одно дело, вы видите, что тут заболело, а другое дело, вы не понимаете механизм развития того же гайморита. Что здесь появляется слизь. Слизь появляется, допустим, от простуды. Ну, это так, от простуды, вернее, появляется слизь. За слизью появляется там простуда или ещё. На слизи развивается вот эта гноеродная инфекция. И она, помимо того, что слизь разлагает, она ещё, вдобавок, начинает тут в вашей гайморовой пазухе разлагать. Поэтому возникает боль и так далее. Идёт интоксикация и в голову, и куда угодно. Откуда эта слизь берётся? Да как правило, из-за того, что человек неправильно ест. Хотя бы взять, крахмалы перевариваются в родовой полости. То есть вы кушаете вкусную булочку, вы её жуёте и всё это переваривается во рту. Первый этап пищеварения. Далее пошёл там в кишечнике второй этап и всасывание. Всё это полноценно обработано. Но если вы эту булочку съедаете с чайком, с кофейком, компотиком, вы не пережёбываете, а вы просто её сливаете. Раз смочили и слили. Здесь нет предварительной у вас стадии пищеварения крахмалом. Значит и тут она не будет. Раз она тут не обработана, а почему она здесь должна полностью обработана? И в итоге у вас всасывается полуфабрикат слизистый, который закономерно слизь выбрасывает. У нас только лёгкие носоглотка, слизь больше ничего особо там не выбрасывает. Поэтому язык обложен. С носа сопли. Ну иногда там у женщин там, ну это несколько лета слизь. В основном слизь вот, мокроты слизь вот отсюда. А тут как раз бактерии. И пожалуйста, у вас там и ангина, и бронхолюгочные заболевания на этой слизи. И вот как раз вот это с гайморитом связано. Это вот это вот. На слизи размножились вот эти все эти микробы. И начинают вас пульдом есть. А вы тут устраняете. Устранили, да, хорошо, допустим. Ага, всё, вызвал человек, пошёл, побежал. Та-та-та-та-та-та. Опять булочку с маслом. Опять там он там наелся. И через месяца два, три, через полгода. Та же самая картина. Да что ж такое? Вот инфекция у вас, наверное, угнездилась. Вот надо вот это ещё проколоть, промыть и так далее. Нету причинно-следственной связи. Либо её не говорят, либо её не знают. А страдаете вы. Итак, поехали дальше. Думала, умру. Выпила полисорб. То есть слизь собрать там. В кишечнике. Немного полегчало. Купила клизму и так далее. Стала чиститься. До этого я читала книги Малахова и была в курсе, с чего начать. Я голодала месяц. Хотела продлить, но подумала, что и так сбросила вес. Пора остановиться. Я обращалась дважды к Геннадию Малахову. Спасибо за ценные советы. Кстати, если вы задаёте какой-то вопрос в комментариях и так далее. Если я его освещал уже неоднократно, я скажу, что ищите, я за вас не буду искать. Либо вот мои книги лежат, смотрите, читайте. Если же этого не было, я отвечу. Если бы со мной не случился этот ужас, то я бы не осмелилась на очищение. То есть, видите, не было бы, будем говорить, счастья, да несчастье помогло. Я ещё повторю очистительную процедуру обязательно. Я сильно сбросила вес, и это мне нравится. Работа делается легко. Как говорится, гром не грянет, мужик не перекрестится. Спасибо Малахову. А врачу вставили тазобедренный протез. Вот вам и кругозор, и знания нашей медицины. Немножечко остановимся на тазобедренном протезе. Смотрите. Наш организм – это такое, будем говорить, уникальное творение, в котором всё сбалансировано, и всё нужно, и всё несёт определённую работу. То есть, в костях вроде бы они выполняют опорную функцию, к ним крепятся мышцы, рычаги передвижения, и в то же время внутри находится костный мозг, который вырабатывают стволовые клетки, который вырабатывают клетки крови и так далее. То есть, всё это нам надо. И если мы в шурупами сюда ввинчиваем в челюсть это, и считаем, что челюсть для этого и приспособлена, мы нарушаем эту работу. А тем более, если мы с вами меняем тазобедренные суставы и прочее, прочее, прочее. Оказывается, я уже неоднократно ссылаюсь на все эти боли, которые я сам пережил. У меня болели плечи так, вот где-то после 2016 года, что я, когда просыпался, у меня простынь была вот так вот в трубочку скручена. Я вертелся через каждые 15 минут, меняя положение, потому что у меня болели плечи. Я не высыпался, мне было плохо. У меня начали тазобедренные суставы побаливать. И левый коленный немножко там чувствовал какие-то побаливания. шея, поясница-то вообще... Когда я сделал это МРТ в 16-м году и дал на расшифровку доктору из Воронежа, она сказала, да ты можешь переломиться в любой момент. А я буквально-таки вчера 400 килограмм на плечах приподнял. Как это можно сделать при больном позвоночнике? Оказывается, можно все это восстановить, укрепить и развить. Но надо знать, как. Совершенно недавно я хожу, есть там такая кофеточка у нас в Каменске, и я встретил женщину, она работает уборщицей. И вот она говорит, у меня там суставы болят, то-се, пятое, десятое, что делать? Я говорю, ходи, ходи, дорогуша, ходите. И теперь я встретил ее через, ну, наверное, месяц где-то прошел. Она говорит, слушайте, Петрович, так полегчало. И у человека возникала мысль, что надо, допустим, коленные суставы беречь от движения, мол, они там трутся, и из-за этого там стирается и начинаются вот эти все боли. Как и в тазобедренном суставе? Оказывается, у нас имеется смазка внутрисуставная. И эта смазка, не просто она вот наполнена постоянно, и днем, и ночью, и так далее, она вырабатывается во время движения. То есть мы утычком встали, вот как пожилые люди, я аж уже пожил же, и такое у них выражение есть. Вот встал, какая-то тухоподвижность, то-се, там суставы несколько, так это самое, не двигаются, а потом расходился, ничего. А что тут произошло? А тут произошло, что? Начала вырабатываться смазочка, и суставчики смазались, и опять побежали. То есть ходьба способствует именно восстановлению вот этой вот жидкости внутрисуставной. Плюс еще через жидкость идет питание хрящей, тех костей, которые трутся. То есть не покой, а движение. Плюс, я уже говорил об этом, никто не говорит о том, что у нас есть межпозвоночные диски, мягенькие такие образования, эластичные, которые питаются за счет того, что во время ходьбы они приплюснутся, а потом расширяются, приплюснутся, расширяются. Что мы вот растяжку делаете, массаж делаете, допустим, качаете спину через гиперэкстензию, через козла, короче, по-русскому. А где работа над межпозвоночными дисками? А ее нету. Оказывается, это может сделать ходьба. Легко и просто. Почему я стараюсь ежедневно проходить в течение 40 минут? Где-то километра два. Раньше я гулял больше, но в связи с этими всеми вещами, я, да пошел все, вот я сделал себе, будем говорить, оазис, оазис сделал, дом, участок, из четырех участков, то есть у меня где-то 22 сотки земли, садик, то есть все, и я здесь хожу, делаю, живу, и нормально, и мне даже не хочется куда-то в город. Так что вот она вот подтвердила, вот, мол, как оказывается. Я говорю, так точно, это забедренные суставы, надо движения там. Движения такие вот, вот, знаете, вот они, пассивные движения, нагрузки никакой нету, чтобы суставы двигались там. Коленный там, локтевой там, уже смазочка пошла, уже там начинается оздоровительно-восстановительный процесс. Так, ну что, это, наверное, третий блок был. Наговорил я достаточно, как-то уже, знаете, поднадоело. Хотя тут много интересного материала, очень много разного материала. Ну, сейчас посмотрю, еще почитаю, может, еще сделаю.